Мы приблизительно знали, во что будет играть «Торпеда». Единственное, ну, тоже с изменением в тренерском штабе, думали, как они начнут. Но нового, так для нас нового ничего не было. Самое главное для нас было справиться с тем волнением, которое присутствовало в нескольких игр. И ребятам показать те качества, которые у них есть. Потому что, как по моему мнению, вот общался внутри вот эти три дня с тренерским штабом, тот максимум, который каждый имеет из них, они не показывали. И это было видно на поле. И вот эти три дня, которые были в моем распоряжении, мы больше, так скажем, работали над психологией ребят, чтобы они скинули этот груз ответственности, который он давит. И чуть-чуть занимались, так скажем, тактикой. Почему? Потому что мне хотелось, чтобы команда действовала целостно. И первое правило, которое мы для себя взяли сейчас, что мы и атакуем всей командой, и самое главное, что обороняемся всей командой. По-другому не может быть. Спасибо вам. Если у кого-то вопросы, то представляйтесь, пожалуйста, и задавайте. Сергей Величинский, медиагруппа «Звезда». Ну, два вопроса. Один по эмоциям, второй по составу. С эмоцией начнем, чтобы раскрутить пресс-конференцию. Первая победа на посту пусть и исполняющего, но все-таки главного тренера. Поделитесь, пожалуйста, свои ощущения и эмоции. Какие сейчас испытываете? Ну, только великолепно. Какие может испытывать тренер после победы? Тем более для меня это, так скажем, дебют в премьер-лиге. Мы, тренеры, получаем лицензию, обучаемся на эту профессию. И я думаю, что каждый мечтает поработать в хорошем, большом клубе главным тренером. Тогда для чего мы учимся? Спасибо. И второй вопрос. Непривычно было видеть Дмитрия... Вернее, они играли на этих позициях, но тем не менее. Обычно Дмитрий Баринов играет опорника, а Станислав Магеев – центрального защитника. Сегодня была рокировка. Несколько слов об этом. Почему решили именно такой вариант выбрать? Ну, сейчас я уже ответил на этот вопрос. Да, ну, я вам скажу, и позиция Баринова защитника, и вместо воротов занял Гильерми. Здесь одна из причин, то, что я сказал, три дня было подготовки, больше уделяли время на психологию. Ну, я думаю, ребята не обидятся. Все время, так скажем, играли молчуны. Да? И для меня было очень важно. Это две такие позиции, они ключевые. Где все поле, все игроки перед ними. И они могут своим подсказом, да, и опасные моменты какие-то, которые предвидеть, и своим подсказом убрать у своих ворот. И то же самое, когда мы выходим в атаку, если мы заигрываемся где-то в другом фланге, они все видят и уже подсказывают. Здесь именно был такой акцент, что именно на подсказ, подсказ, подсказ. Без этого, я думаю, не бывает в футболе. Раз микрофон, у меня еще короткий вопрос. Вот Данил Худяков, прекрасный молодой вратарь, не получит ли он психологическую травму? После поражения сыграл другой человек, пусть и Гильермия, а он остался в запасе. Все-таки мне кажется, что у него перспектив-то больше в команде, и надо как бы ему давать дорогу. Или вы не согласны с этим? Я, конечно, согласен. Но сейчас мы здесь думаем, тоже должны думать не о перспективах Худякова, а как выправить команде положение. Саводаш Владимир, «Московская правда». Если позволите, два коротких вопроса. Я здесь, я здесь. Извините. Саводаш Владимир, «Московская правда». Первый вопрос. Вы, конечно, сказали там про то, что молчуны, потом вышли, и вы играли, и тактика, и психология. Но такое впечатление, что на первый тайм вы все-таки не вышли. Не вы конкретно, а команда. Потому что, вы извините, торпеда вас возила. Ну, правда, возила так, скользь, но возила. Ну, а во втором, конечно, ну да, вышли, забили, потом еще пару моментов. Так вот, почему не вышли на первый тайм? Ну, вот я про что и говорил. Я думаю, что три дня исправить все. Вы хотите, чтобы за три дня мы сразу заиграли, как раньше играл «Локомотив». Я думаю, это невозможно. Во-первых, им, так скажем, и голову надо на место поставить. И если взять в целом весь первый тайм, я здесь с вами не соглашусь, первые 15 минут, да, они были очень тяжелые. Здесь вы прекрасно знаете возможности этих футболистов, которые вышли в стартовом составе. И вы сами ответили на свой вопрос, где в простых ситуациях мы и мячи теряли. Они же не разучились играть. Правильно? Да. Здесь, вот, я считаю, что это чисто психология. И давило все на них, вот этот груз ответственности. Где-то после 15 минуты успокоились. И, да, торпеда заставила нас играть в тот футбол, в который сегодня мы играли на протяжении всей игры. Но я благодарен ребятам, что мы с этим справились. Спасибо. Мне кажется, что такой самоотдача, такой мобильности давно не было у «Локомотива». Это мне так кажется. Я не знаю ваше мнение. Спасибо. И второй вопрос лично вам и лично про вас. Ну, скорее всего, это все понимают, если я не прав, ради бога, вы исполняющие обязанности на одну игру. Так вот, про эту психологию, про которую вы говорите. Как это быть главным тренером на одну игру? Ну, для меня, давайте так я отвечу. Вот как предыдущий вопрос я ответил. Это у каждого тренера мечта, правильно? Тренировать большой клуб в премьер-лиге. Я скажу, что она сбылась у меня сегодня. А дальше все зависит только от меня и, в первую очередь, от команды. Когда мы их собрали, я не буду от вас скрывать, я им в первый день сказал. Не знаю, сколько я буду работать здесь главным тренером или помощником, но без вас я ничего не сделаю в этой игре. Ничего. Потому что, понятно, подготовка короткая, да, три дня. Вы можете мне помочь в этой игре. Даже так скажу вам и про мою дальнейшую тренерскую карьеру, да. Ничего не бывает отдельно. Если я им помогу тоже, они будут расти как футболисты, значит, я буду расти как тренер. И не важно, сколько игр. Я еще раз говорю, я благодарен за их сегодняшнюю самоотдачу. Почему? Потому что я все игры «Локомотива» видел. Домашние все на трибуне я сидел. Почему очень важно, что на трибуне, я говорю, а не по телевизору, чувствуешь и слышишь все эмоции. Сегодня вот этот момент, они переломили, я считаю. И я думаю, что это уже, наверное, где-то хоть 5% есть моя заслуга. Спасибо. Спасибо. Косяков Александр. Косяков Александр, немецкий журнал «Кикер». Андрей, поздравляю вас с победой. Но вы знаете, не секрет, что современный футбол – это прежде всего прессинг. А прессинг – это физические кондиции. Вот сегодня было видно по «Локомотиву», особенно по первому тайму, что физических кондиций как бы не хватало. На второй их хватило. Вы приняли команду. В каком она была состоянии физически? Ну, если я сейчас, так скажу, я поднял все тренировки, тренировочный процесс. Я видел очень много. Почему, когда закончился мой контракт с «Казанкой», да, и все, я остался, так скажем, без работы. Я попросил, я в плане стажировки, я присутствовал на всех тренировках «Локомотива». Я видел, что они делают. Ну, конечно, для себя я бы что-то поменял, да. И взять, если по нагрузкам. Но это просто мне… Я неправильно, я думаю, не буду, некрасиво будет мне отвечать на этот вопрос. Почему? Чтобы не осуждать и не давать оценку предыдущему тренерскому штабу. Можно я так отвечу? Караваев Валерий Медиатанович. Поздравляю с удачным дебютом. У меня такой вопрос. Каким образом Карпуков оказался в составе, потому что он не просто попал в состав, стал героем. Потому что вот этот гол, который он забил, это исключительно сделал он. Боялся по листью вперед и оказаться, что не так часто удается игрокам атаки за спиной всех и не растерялся. Вот про него. И вторая история с предупреждением. Вот, например, первая карточка была у Нинахова. Он в пяти метрах находился от судьи бокового. Завалил игрока руками. Я уж не говорю про желтую карточку Мирничука. Там была борьба абсолютная. И кто-то кого схватил, там не было никакого-то явного. Он опять начал размахивать руками и орать на судей. На судей, что недопустимо для вообще на таком ровном месте получать вот эти такие желтые карточки. Вот они до штрафов доберутся. Вот такие косяки футболистов. Спасибо. Ну, давайте я так скажу, что сразу Нинахова, если взять по игровому моменту, я считаю, что это обоснованная карточка. Потому что мы с ним и разговаривали. Он знал, кто против него играет. Да? Иркинов. Быстрый игрок. Самое главное, я ему сказал, не пустить его за спину. Да, проиграл он позицию. Фол на чужой половине и желтая карточка. Мы организовали, сели в оборону. Это нормально, это игровая карточка. По Антону, да. Но это мы внутри будем разбираться. По Карпуку, если, да, отвечать. Ну, в этой команде сейчас это игрок, с которым я больше всего работал. Я его знаю все сильные качества, да, и индивидуальные футбольные качества. И мне с ним легче. И у него есть очень большой плюс. Да, вот как мы говорим, он обучаемый. Он умеет слушать. Мы же, когда они приходят 20, 21, 22 года в первые команды, уже не учат, я считаю, их главные тренеры премьер-лиги. Они просто направляют их использовать свои сильные качества для команды, подчинить команде. Да, я вот так думаю. И где ему лучше сыграть и как? Мы так говорим, мы уже отрабатываем и внедряем в них нюансы какие-то. Вот у Карпукаса это сильная сторона. Он умеет слушать. Единственное, может быть, он боялся это делать, авторитет рядом игроков давил, да. Но одна из таких, вот именно, когда еще играл он за Казанку, я знаю, и в молодежке у него требовали это, что когда есть у тебя зона свободная, не надо отделаться от мяча, а забирать у соперника это пространство, двигаться с мячом. Он это сделал сегодня. Андрей Виталиевич, следующий вопрос. Владимир Никольский, мы с вами как бы знакомы по второму дивизиону. Вы упоминали Казанку и сказали, что после окончания вы попросились на стажировку в «Локомотив». Значит ли это, что у вас нет контракта сейчас с «Локомотивом»? Спасибо. Сейчас уже есть. На один матч? Нет. Спасибо. Андрей, еще один вопрос. Я представитель немецкого издания. Мне очень любопытно спросить, и хотелось бы, чтобы вы ответили предельно честно. Вы присутствовали, вот сказали только сейчас, на тренировках, которые проводили немецкие тренеры, специалисты, я так понимаю, да, последние. Ну, сборы к этому ситуации. Что вы для себя там почерпнули? Было что-то интересное или, в принципе, все для вас было так бы известно? Что-то конкретно можете сказать по этим тренировкам, которые проводили? Что-то новое для вас вы там как бы взяли, записали? Ну, если честно, я вам отвечу. Да, взял в плане, знаете, методов, через которые достичь какие-то игровые действия. Это я для себя взял, почерпнул. Просто я как тренер, вот все, что я увидел, добавил свое. А конкретно что это? А? Может, конкретно вот какие действия там? Конкретно? Да. Ну, наверное, не наверное, а так и есть. Это объем, объем тренировочных нагрузок, объем. Все. Именно в больших группах.